Итак, здорово, ребятки! Ну чё, буквально несколько часов назад вышел трейлер GTA 6. Честно говорю, я его не ждал. И вообще, эту игру я не ждал. И последняя часть выходила, по сути, уже на данный момент 10 лет назад, в 2013 году. При том, что GTA 6 она выйдет не сейчас, а когда-то там потом. Вот. И, тем не менее, GTA это серия игр, которая на наше, по крайней мере, на моё поколение, я думаю, на любое поколение, произвела колоссальное влияние при всех плюсах, понятно, при всех минусах и так далее. Поэтому давайте посмотрим, что будет в GTA 6. При всём, при том, нам в любом случае это интересно. Вот. Итак, поехали. Смотрим видосик. Анализировать будем, можно сказать, практически покадрово. То есть, можно сказать, аналитика по скриншотам. Каждую секунду будем впитывать. Итак, 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 стоп, стоп, стоп. Первый стоп-кадр, пожалуйста, да? Так, мы видим что-то типа Лос-Анджелеса, закат. Едут машины. Что можно сказать про данный скриншот, да? Первое. Деревья немножко, короче, кривые, мало полигонов, да. Это сразу к минусам, да? Но не будем о плохом. Среди плюсов я вижу очень большой трафик. Обратите внимание, очень много машин. Не факт, что в реальной игре будет так много машин. Хотя в том же Киберпанке, в кадре, может быть вот столько машин и даже больше. Но вот в GTA обычно там меньше машин. И вы знаете, если брать последнюю GTA-шку, пятую, например, да и любую можно взять, но пятая же она в теории самая технически продвинутая, то машин, трафик там, он, ну, видно, что компьютерная игра. Дел даже не в графике, а вот в самом трафике, да. Во-первых, он исчезает. Он у тебя на глазах появляется, да, за 30 метров. У тебя просто машина вот просто из воздуха появляется. И также она исчезает. Вот. И, короче, вообще само поведение трафика неправильно. Здесь трафик, кстати, выглядит неплохо. Но мы же должны понимать, что, естественно, они, чтобы там привлечь инвесторов и так далее, подогреть интерес к игре, они что будут делать? В трейлере все может быть очень сильно не так, как в реальной игре. Вот мне кажется, трафик здесь все-таки он, не факт, что в реальной игре будет похожим. Либо это будет какая-то суперидеальная ситуация. Вот, потому что я уверен, что вот машина, если справа взять, да, вот, условно в конце кадра, да, справа, то их просто не будет видно в реальной игре. Вот. Также мы опять же тут видим, ну, в принципе, вот что реалистично, да, то, что объекты пропадают вдалеке. То есть, вот деревья, которые вдалеке, они где-то есть, где-то нет. Ну, типа дымка, но на самом деле это лод, лоды пропадания. Ну, ладно. Давайте, в принципе, тут понятно, птички какие-то, это все фигня, короче. Кадр замыленный, да, специально сделано с туманом, чтобы замыленный. Потому что, на самом деле, сейчас компьютеры, ну, и давно, и сейчас, даже сейчас, даже вот на моем царь-пука, они не могут дальность прорисовки большую ставить при всем при этом, при большой детализации. Все там очень-очень замыльно, очень-очень узенько, скажем так. Ладно, окей, поехали. Так, едут машинки, значит. Так, дальше вот кадр, сразу мне напомнил, сразу говорю, это кадр из терминатора второго, где Сара Коннор, когда она спит, короче, или это первый терминатор, ну, скорее всего, второй, по-моему, второй. Да, второй. Она спит, у нее сон, и она подходит к такому забору, типа, все идеально, и вдруг, короче, ядерный взрыв, и все такое. Вот у меня вот это, кадр просто ни о чем, я даже не знаю, зачем его сделали. Для вайба, ну, какой тут вайб, я не знаю, что тюрьма лишует вообще. Или это просто, у меня есть вот проволока, да, то есть, можно было бы сказать, что это закрытый пляж, но проволока колючая, это больше на тюрьму похоже. Так, вот, лица, лица, да, сразу обратил внимание, что, да, прорисовка лица очень мощная, очень вперед шагнула, потому что, ну, пятая, понятно, это же, ну, просто старушка по современным меркам, и на нее ориентироваться вообще никак не стоит, это просто старушка, древняя прабабушка, по сути. Вот здесь вот лица, да, довольно мощные, на первый взгляд, мы еще там дальше много будет лиц, мы тоже проанализируем, кстати, смотрите, вот я сказал про Сару Коннор, и похоже, да, от Сары Коннор, тоже, у нее там так же было, она смотрела, и там типа дети играли, и потом раз, ядерный взрыв, это все стирает, короче, здесь вот похожий кадр, вот, я думаю, оттуда же все, оттуда же взято, пишите, что думаете, смотрите, кстати, оранжевая Роба, да, Роба, Роба, у них же в Америке заключенные в оранжевом ходят, это тоже, это штрих, штрих, ну и девушка явно с южноафриканскими корнями, да, так сказать, смесь тоже, это все, так сказать, вот, ну ладно, туда глубоко копать не будем, а, ну точно, смотрите, и там в Роб, а, ну все правильно, блин, туплю, шакарники будут писать это, тупишно, ну все получается, правильно, Роба, оранжевая, и там, смотрите, во-первых, это тоже сетка, да, то есть это автозак, автозак, возможно, она на митинг ездила, ее в автозак посадили, но там тоже заключенные, он там еще вышка видна, и заключенные, он сидят за столом, и, видимо, едят кашу овсяную, вот, или хэппи мил, йог, ты, так, ладно, окей, так, вот-вот, сразу опять южноафриканка, естественно, каноник, а, похоже, из матрицы, из матрицы, помните, там была провидица из матрицы, но лицом не прям сильно похоже, но в целом типаж, во-первых, вот эти кудряшки, как это называется, это, ну не дреды, вроде как кудрявые, короче, химия, да, химия толстенькая такая, вот, такая дородная женщина, так сказать, понимаете, вот, видимо, она ее психолог, вот, она сидит в Робе, да, она, наверное, психолог, и говорит ей, что нужно исправляться, так сказать, справа он там, я так понимаю, что-то типа принтер или копировального аппарата, так, ну одежда плохо, да, достаточно плохо нарисована, там волны вот эти вот, да, вот, 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 смотрите, у меня, сравните, вот мои волны, у нее на правой руке, да, от вас слева, потому что вы можете тупить, где правая рука, где левая, но слева от вас, короче, ее рука, это правая рука, да, и вот ее волны, смотрите, и вот, сравните мои волны, да, вот, видите, вот, насколько у меня качественнее, вообще, вот, вот, кстати, офигеть, да, вот, сравните просто вот ее нищую, эту курточку, да, дешманскую, и вот, с вами мой царь, царь пиджак, просто вот, просто вот, as is, да, просто сравните, as is, тут же все видно, просто по графике, это графика, причем, пифакт, ну, понятно, ее делают сейчас, даже уже может делать, там, в 22-м году, то есть, ну, графика, она, как бы сказать, фиксируется, да, вот, когда ты начинаешь игру делать, она фиксируется, то есть, та же GTA V, ее первый трейлер был в 11-м году, а трейлер, это уже то, что делали, то есть, там делали, может, в 10-м, 9-м году, то есть, другими словами, графика GTA V, это, например, 2009 год, а по факту она была хуже кризиса, то есть, хуже 2007 года, но это уже совсем другая история, вот, ну, еще раз, да, сравните, вот, детализация моего пиджака, мои маечки, вот это вот все, и, йоу, ну, волосы, кстати, более-менее, у меня, конечно, покруче, но там тоже более-менее, пакль такая, нормалды, ну, очечки тоже можете сравнить, вот, поехали, поехали, ну, и нищая книжка, там, смотрите, ни одного шрифта не видно, да, как бы, не знаю, у меня тут в кадре есть что-то, вот, есть коробка родных просторов, можете, да, вот она как будто, ну, вот, сравните, это при том, что, это, вдумайтесь, да, вот то, что я снимаю, я Full HD, это не 4К даже, я Full HD снимаю, вот, вы посмотрите, ну, насколько я вижу, ну, как минимум, там, может, буквы не разобрать, да, но видно, да, и сравните, вот, ее мазню, вот это вот, она открыла, там, каллиграфию свою, вот, и руку, например, сравните, вот, я так же руку держу, и сравните у меня, да, и у нее, у нее там мыльцо, короче, вот, и задний план тоже, можете, вот, мыльный принтер, короче, и вот у меня тут, правда, вот, не очень видно, но вот это вот, например, можете сравнить, да, вот, просто, чтобы вам понимали, да, мыльцо какое, поехали дальше, следующий кадр, пожалуйста. Так, ну, какая-то, естественно, красивая тетенька, естественно, а как же иначе, естественно, красивая, вот, так сказать, 7 из 10, так сказать, но плечи широкие, как у мужичка, ёпта, даже шить, чем у меня, ёпта, так, он там, видите, картинка какая-то мыльная, короче, сзади, ну, ладно, окей, окей, но лицо более-менее, более-менее, да, лицо такой, прогресс мощный, мощный, ну, с пятой тут даже сравнивать нельзя, это понятно. Вот, 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 катер, о, яхта, яхта, ну, конечно, не как у Абрамовича, у Мордашова, тут какой-то, не шкатерок, дайте отмотаем, можно отмотать, ну-ка, пожалуйста, о-о-о, ну-ка, еще вот тогда. О, ну, быстро-быстро проматывает, ну, красиво-красиво, но дальше будет не так красиво, но тут красиво, окей, да, следующий кадр, птички, вот это вот, Анапа, Анапа, да, тут, вот, мыльцо, конечно, ой, кто видел с квадрокоптера съемки, здесь, ну, пифактует квадрокоптер, да, кто видел с квадрокоптера, ну, понимает, что даже на нищий квадрокоптер какого-нибудь 17-го года, Mavic 1 Pro, а это уже древний, древнегреческий квадрокоптер, которому уже, соответственно, лет 6 или даже, даже, наверное, больше, чем 6 лет, там все четче, четче, да, как бы, вот, ну, это ладно, пропустим, ну, что такое, 6 лет, ёж, то есть, там вообще не разобрать ничего, но в целом видно, типа, зонтики, люди, а так вот, ну, просто приглядитесь, да, просто приглядитесь, по факту, ну, там мыльцо какое-то, вот, знаете, как Пикассо писал, вот, что-то там такое вот мыльное, ну, или там не Пикассо, какие-то вот, чш, рощерки какие-то, вот, какие-то наброски, мазки, мазки, во, мазки, ёпта, вот, ну, что тут, здание, вот, в Анапе, я смотрю, построили, да, тоже, кстати, мыльцо, сзади небоскреб, обратите внимание, все тоже в тумане но принципе это нормально конечно туман в такую погоду она так и будет на самом деле я лично в геленджике был там вот даже солнечная погода прям солнечная и туманчик мощный я от был на горе там высокая гора и вот с нее смотришь внизу город и погода солнечная но там вообще пипец был то есть там очень мощный туман даже сильнее чем это но не прям туман да вот именно дымка от жары ну то что море а с моря очень большая влажность короче вот так поехали хороши ланапа при собянине так rockstar games так но тут а даже при приближении видно что мыльцом и лицо конечно вот эти все здания да потому что ресурсы но 4k макс да это не факт мыльцо деревья тоже не очень не очень ну ладно там еще поближе кадр вроде будут посмотрим так вот здание да такое вот многоэтажка так сказать школы снизу наверное я не знаю что это так вот тут вот соответственно у нас опять же мыльный кадр на каком-то как это вот эта фигня называется забыл про план не про план король ну катер короче катер на воздушной подушке глиссер не глиссер мото глиссер да кстати вот у него там дымок идет да ну типа пара тоже видно что компьютерная игра то есть нереалистично так но вот здесь вот мы что видим здесь вот мы видим природу и природу в принципе напоминает rdr да мы же понимаем но rdr2 что очень вероятно что делается на движке rdr2 но скорее все чуть даже улучшенным чуточку вот в принципе напоминает а вот эта травка фламинго я там не видел в rdr2 но скорее все есть просто лично я не видел опять же много фламинго мне кажется в реальной игре так не будет то есть они может будут на их там три штуки то есть но здесь довольно живы выглядит довольно живо в реале мне кажется так не будет как вы думаете карлики напишите в комментариях мне кажется в реале так не так ну и вот вот хороший кадр да давайте во первых смотрим спереди три южноафриканки назовем их так полноватые да такие полноватые смотрите причем у нее у них фигуры гитары груши груши гитары да вот так сказать явно не модели справа тоже в основном африканцы так сказать вот так сказать белых так сказать ну вон там один микро стоп вот одна девка или мужик это девка по моему а вот то что вот это это уже может мексика там например ну что тут можно по этому кадру видно что можно сказать например супер много людей в реале такого естественно не будет то есть но посмотрите но тут в кадре под под сотку людей да там ну или там 30 50 людей очень много то есть в реале такого не будет вы знаете как в играх иногда там бывают игры даже тот же ассасин крит когда там в кадре вот помните а это особенно самый яркий пример ассасин крит когда даже не в первой части там было в кадре до 100 человек могло быть но это все выглядело вы помните как они же одинаково двигались там зачастую бывало было даже синхронизация когда два бота шли вот одновременно движение делали и выглядело это вы сами понимаете как вот думаю в реале такого конечно все таки не будет это опять же это для трейлера они делают все лучше это уже много раз такое было для трейлера помните игра помните все дрочили в шестнадцатом году а игра выходила том клэнс по моим division division 1 1 помните какой трейлер показали о там все дрочили ваще и потом вышла такая какашка там просто ну дай бог 1 3 было просто дай бог 1 там такая убогая какашка вышла вот просто такая говнина просто а такой трейлер был вот я думаю здесь но здесь может ним не такая конечно уж степень будет например на так что есть трейлер будет улучшенный вот в реале конечно все будет похуже на час такое бывает да все те его starfield starfield вот это ожидание было игра года до даже не игра года я даже больше сказал я ее не супер ждал но я ждал редкий случай а сейчас игры вообще не жду уже причем давно давно не жду игры эту игру чуть-чуть ждал не сильно но чуть-чуть но у меня ожидания были с газовая гораздо выше с одной стороны я прям конкретно ничего не ожидал с одной стороны вы страны блин я думал в двадцать третьем году мультиплеер приземление на планеты бесшовный мир мне кажется это то что должно быть как бы вам сказать пифакту да по факту должно это быть это даже не обсуждается 23 ну шовный мир ладно не будем проект starfield если кто вдруг не видел смотрите мой аналитик на starfield это жесть короче тоже там все было офигенно круто ну до выхода но когда вышло вышло то что вышло так план короче что ты можешь сказать но люди конечно пластмассовые пластмассовые до смотреть они все отражаются манекены отражаются но вы скажете в реале тоже отражаются до отражаются но как-то по-другому во первых во вторых самое главное да по другому даже я бы сказал вообще ну представьте кадр ну не я даже сказал вообще не отражаются на самом деле если честно сложно сказать но не так отражаются не знаю спорно это конечно не скажешь маслом намазано тогда да вот это вот слева который южноафриканка она вот если бы маслом намазано да возможно она именно так будет отражаться но есть маслом вот это которая слева не знаю курсор видно это да она скорее все тоже маслом нам она симчат маслом не намазан то он так отражаться не будет вот но это ладно это ладно это ладно тут все конечно понятно сейчас игры все пластмассовые сейчас живых игр ну сложно вспомнить может что-то есть конечно наверное неплохо неплохая игра была это этим блин забыл battlefront battlefront вот были очень они очень реалистичным battlefront я все так не сделали смотр 2 battlefront а нам будет сделать исправе на 4090 все хоть хотел 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 так вот и хочу так ладно поехали ну по песочку что там по песочку особо не видно вроде неплохо более-менее но понятно это все будет так сяк я думаю там от gta 5 отличаться мало будет песочек там ведь тоже был песочек вот катер вот катер и вот тут вот прям вот тут вот жестко на самом деле как же то опять вот вот тут фиговая графика честно скажу там графика была более-менее там может не супер фонтан такая актуальная более-менее скажем так а вот тут вот что-то напомнил чуть ли не войсить и вот эти нищие брызги катер какой-то вот он какой-то вот не четкий какой 360 пи надпись надпись смотрите надпись вот на судне зеленым да вот видите там что-то д дель марчат на очень мыльно ну то есть представьте как в реале бы был я уже вам говорил да вот в реале бы это было вот как то так ну то есть только это большая надпись ну то есть там был бы четко видно а тут вообще какое-то мыло вообще жесткая даже вот эти вот кран белый справа да вот этот кран тоже все какое-то мыльное вот эти вот смотрите на судне контейнера они тоже очень какие-то мыльные все вот сам главная вода вода прям вообще напомнила шва швай сити честно брызги вода у твоя напомнила катер вот он тоже мыль на какой-то вот слева катер . вот это вот мне не понравилось не понравилось вообще человек там человек видно да чуть-чуть голову и руку и настолько это мыльно что ну как будто это playstation 1 я не знаю psps какая вот вы даже вот так вот уже смотрите уже насколько близко к кадру даже второй человек тоже вылез там там в помине лица не видно вот в помине ну пятно просто какое-то вот это все плохо я еще уверен что это все будет там во первых уже было вроде люди сказали что это в начале будет только на консоль естественно первый годик 2 естественно консоль как это все будет 20 fps слайд-шоу ёпты 15 20 fps вот естественно там никого 4k там в помине будет будет upscale 2к кое-как реально там дай бог дай бог full hd это не факт это там выйдет какая-нибудь ps5 pro которая будет в полтора два раза быстрее вот только на ней там 30 fps как нищих 25 30 может быть будет я думаю так будет будет какая-нибудь ps5 pro как раз когда выйдет ps5 она очень слабо она очень слабая вот так ну тут опять вот тут ой мыльцо конечно жесткая тут тут все мыло впереди джип вот эти все тачки мыло тетка пластмассовая ну тут нужно просто темная картинка по по сути ну и пластмассовая тетка манекен ну и зарейте от зеркало заднего вида ужасный за а вот это крыло машинку это полигон кривой 1 ёпты ну ладно очень дальше перемотались что еще ужасная картинка из вот прям вот извай сити прямиком прямиком извай сити тетка кайфует на и зимой деда там какой-то баба раб везет ее ну ладно не будем обе о проблемах карлики естественно машины здесь фейковые как обычно в житая шках сколько у нас споров по этому поводу было я в каждом своем обзоре на житая в любом да в любом неважно в каком потому что я на житая но я много видео делан у меня с десяток наверно видео на житая плюс стримы были я всегда говорил что у меня что я не люблю это китайские как я их называю авто хотя ну типа не китай ну поняли да ну фейки короче вот ужас это портит очень сильно я вот прям в киберпанке там они сделали прикольно да там машин нереальные но они подошли с душой и в итоге в каждой машине там есть душа там каждая машина сделана с душой их там он немного из-за этого их там немного до их там 30 что-то тачка всего но они подошли с душой сделаны и там каждая тачка да но там понимаем да там это некое будущее поэтому там тачки другие там это заходит а здесь это как бы текущее время и поэтому вот это справа это что-то типа audi например на камеру но не audi все как обычно блестит еще там не факт что rtx будет вот суть по этой картинке здесь ащики все в до отражения пшаем просто ужасно ну скажи все будет rtx да не знаю как опять же как бы на пк aps 5 нику rtx не потянет ps5 это вообще ну это ну просто это я не знаю шок калькулятор ебты электроник 5 ебты так чё ну тут машина прикольно но в принципе в ней нет ничего такого кроме колес и более менее приятного дизайна а впереди джип тоже ни о чем как бы вот справа вот этот вот старый дредноут короче ну тоже как извозить на самом деле не знаю так сложно сказать ничего особенного ладно давайте дальше еще посмотрим но кстати мотоцикл плюс-минус более-менее ну чё мотоциклам так следующий кадр так здесь ну чё дискотека опять широким тазом южноафриканка белых людей практически нет обратите внимание то есть белые люди уже видимо в америке это уже меньшинство вот их днем с огнем не сыщешь вот так ну ладно здесь вот опять этот как у из житая этой который сан-андреас был блин уже забыл как его звали ну главгерой короче забыл маечка вот это как у меня ёпт каноник почему-то чистое ну что тут можно сказать да ничего вот по этой картинке особенно только лица более-менее здесь опять темнота какая-то да такая вот в теории оно должно быть красиво они почему такие виды делают на типа город большой показывают да по факту темнота мазня да как бы ну реально дайте глядеть реально на вещи ну что тут видим темнота и мазня ну тоже темнота это понятно ну типа вечер окей но а мазня мазня кто разбирается можете загуглить какие-нибудь вечерние съемки на хорошую камеру и вы увидите как и должно выглядеть именно вот так вот более того на самом деле здесь видно что это даже не ночь в помине абсолютно небо небо это это даже не закат это сумерки сумерки небо еще достаточно светлая поэтому тут света довольно много вот но это я уж конечно занудствую до убил сайте мы только одну треть трейлера посмотрели жесть вообще ну ладно ща убыстримся убыстримся сколько там уже время прошло так не вижу где здесь время сейчас подождите и на чувству уже дофига должен дофига 25 минут но мы ща убыстримся не переживайте карлики но это максимально налить так вот-вот тестороса до ferrari тестороса паршачок но это все псевдо естественно вот ну тестороса конечно вкусненько выглядит но в кавычках реально уровень графики там чуть ли не сан-андрес посмотрите мальцо кстати вот это видно что это майами да скорее всего это вай-сити это же есть вай-сити вы знаете это чуть ли не вот этот отель начальный начальный отель вай-сити да в котором ты сохранялся вот он тоже смотрите насколько мазёвый вообще мазня просто лютая машинка но вообще это напоминает там и тестероса была как раз войсить в сан-андресе я не помню была хотят что-то было там гиппаж назывался она там ferrari тоже красная так ну чё тут видно блин ужасно вот эта картинка конкретные опыты на самом деле мы лицом и лицом ну ладно кину вайп есть вайп давай есть войсить вся фигня не знаю такой нищий вайп ну вообще прийти кстати больше всего на этой игры продается в америке от меня что удивительно да понимаете ну ладно мы тут в россии там еще где-то но американцы они это видят сами на они сами могут приехать майами это они все видят и для них это я не знаю ну нафиг им это нужно если честно то есть они могут приехать и увидеть эту графику в 3 в триллион раз лучше реальную до чем эту мазню смазать зачем им это мазню всем кажется все таки два сети то а я жито это вообще серия конечно для бедных стран где хоть посмотреть в америку не приедешь хоть посмотреть как она выглядит уж американцам это банально не нужно опять к дискотеку так ну вот самолетик каноник до постоянно там во всех же тоже самолетики ну как во всех пока я свой сити играю я в третью liberty не играл чуть-чуть играл в компьютерном клубе кстати но 15-20 минут и все это мой стаж игры в liberty city 15-20 минут в компьютерном клубе но в том же в жита 5 вот эти полеты да там довольно сильно они сделаны хоть они супер много летал но здесь тоже картинка мне кажется при украшена знаете что здесь здесь слишком четко вот эти острова слева да они слишком четкие там справа вверху кстати крымский мост да слишком это четко в реале мыльцо будет сана мне кажется машинки прорисованы вы знаете что когда на самолете в жита летишь там машинки начинают рисоваться только есть пониже спустишься иначе там ну максим какие-то точечки едут именно прям точечки ужасные там выглядит то есть никакой реалистичный график еще есть что подозрительно откуда контейнера воз плывет да и очень подозрительно то что в реале там ну шоколад тут немножко это шоколадно выглядит как картина ивазовского мне кажется в реале конечно кубами не будет вот тут справа . это яхта плывет вот тут кит судно тоже это ну блин слишком я думаю они как обычно на каком нибудь супер эвм все это обсчитали а крестьянам потом высрут тетрис там гоночки и опыт какие-нибудь как я обзор это делал playstation 1 там этот как гран туризма 1 вот тип такого так телочка какая-то широко тазная опять пластмассовые естественно манекен сайт на руку до рука но чисто манекен епты манекен карлики так ну что там что там ну что тут но манекен и манекен и так вайс увидите вайс прочей говорил вайс сити вайс и на как переводится вайс восход наверно да но я только предполагаю не знаем что даже как восход новой сити и город восходы не знаю на самом деле насрать как здесь тоже от мальцо манекен танцует но опять же бросается в глаза просто замыленная картинка мальцо то танцующий манекен так вы конечно тут нужно какой-то action крокодил то есть собрать внимание какая анимация тут неплохая в реале во всех этих играх да да практически любых игрок анимации всегда очень дерган и очень нищие там очень низкий fps мало очень точек выглядит как-то довольно таки анимирована да довольно плавно а в реале обычно это все так опять толстожопая тетка крыши жопой на вот если она пиздница это же она нарушает правила все это какие штрафы за такой карлики кто шарит в америке за такое тоже что в россии штраф за такой бешеный будет там чуть ли не лишение прав вот если вот так вот сделаешь там не лишение прав будет за такое это нарушение правил безопасности так нищий дрифт здесь что здесь что-то типа видите этот какой чат чат непонятно что это там еще стримы что ну правильно смотрите это как этот стрим в я не знаю ну где угодно в тик токе а тут даже видно тут интерфей смотреть справа вверху сердечко комментарии но вот эти сердечки реакции то есть там может либо стримы можно вести либо тик токи записывать не уделюсь есть тик токи можно так а записывать эти опять или гатор хой то есть какой-то он действующее лицо видим будто ли гад так ну хоть какой-то махача где стресс ты стрелям бы было ямбы ладно сейчас посмотрим какая-то просто веселуха да смотрите какие-то бесконечные дискотеки танцульки дрыгульки ёпта причем обратить внимание вот эта вся жизнь вот сколько я американских блогеров смотрел разных разных самых да нигде ничего подобного не видел вот все вот такая картинка только в кино где-то в играх ничего подобного там нету все как-то унылий все как-то вот только вот это вот все только в кино в играх вот этот псевдо веселуха выдуманная манни мерковой фантастическая в грязи просто они сидят какой-то трущобы и такая радостная типы тёлка и опять она какая-то это блин что у них нету нормальных это чтобы ну знаете чтобы таз был поуже да что у них какие-то прям какой-то пшик это бзик на на этом на широкотаз но какая-то челка мне тоже тоже широкотазный но белая зато белый так это вот на нико белик похож согласитесь да но другой немножко но в целом типаж нико белик такой может даже как сын может это сын нико белик похож так это вот эту тетку на так понимаю не наверно побег совершили да естественно в банду и зима не так у меня аж место закончилось поставляйте на диске аж место закончилось так я разошелся вообще люто ну ладно поехали так вот до чоби остановился я остановился что смотрите у нее короче значит они побег совершили все понятно начали так сказать жить легко и просто да и вот у нее смотрите пачка баксов в руке и сайте на какой мыло вообще не видно ничего ну то есть понятно что эта пачка баксов но не видит я вот для примера возьму вам вот но у меня еще нет под рукой денег лазь вот например вот я держу модель hot wheels да как бы вот так же держу она почему рать моя гораздо ближе то есть она как-то ну как-то вот так уж и ставите ведь видно до надпись но там конечно меньше но все равно видно вот это вам просто примера привожу реала да как бы так сказать мадрид реала что вы понимали как должно быть и как это есть при том что год уже вон какой дописать уже 24 можно сказать год а я думал я думал соответственно в 2003 году что даже уже в 2010 году будет графика как в реале представляете в итоге в двадцать четвертом году а это может игра вообще выйдет хрен знает когда вот такая вот графика и так вот они чего врезались не врезались но и план неважно здесь тоже вы кстати очень позорная графика так здесь чего это тоже что тут это напоминает но это наверное возможности кастомайзинга тип можно волосы красить делать соответственно тату всякие так далее так далее так но здесь понятно тему мотоциклов раскрыта вот ну тоже график мыльцо так сказать так банды здесь тоже слабо реалистичный кадр да посмотрите в кадре очень много автомобилей и очень много людей причем именно и прохожих был один прохожий карлик масла рожей и и ну и банды вот эти полицейские то есть вот если попытаться посчитать мы этим конечно заниматься не будем но чрезмерно много нереалистично много вот но я думаю тоже постановочный для трейлера кадр ну может это конечно сюжетки сделано хз но опять же в сюжетке если это соответственно но скриптовая сценка то естественно там может быть чего угодно хоть 300 человек в кадре так чувак похоже на и в киберпанке там толстый такой тоже был похожий типаж ёпты так вот сабры да сабры у них постоянно уже то называется тут 4 дверка обычно там 2 дверка здесь 4 и даже не по чтобы 4 были хотя может и были но вот этот кадр да здесь гамма кстати плюс-минус более-менее нет чего такого яркого но тоже видно что конечно да так себе даже на диске посмотрите насколько они мыльные простенькие шины ничего там не прорисовано асфальт мыльный вообще 360 пилот часть так ну все тут трах кофе мод помните кофе мод был такой нико белик или как бандерас что ли да испанский который так все тетка входит с ноги конечно зачем на заводик ходить если можно грабить и такие крутые я думаю они бы там крутые их на один раз бы только хватило потом бы их там полицейские в америке любят пристреливать да их там бы сразу пристрелили как этого пинк флойда который даже ничего не сделал его это блин придушили вот я счет не понимаю зачем они вот это вот делают еще раньше что это еще ладно был да когда-то много лет назад а сейчас даже все знают что там просто ну там нет таких грабителей особо не там бывают айфоны выносит это да ну во первых это не ограбление они просто заходят и выносит да как бы не никто никого не грабит там до 1000 долларов можно вообще я не знаю как это работает но типа есть такой закон за до 1000 долларов только непонятно ты можешь в день на 15 раз зайти по 1000 долларов да и в день иметь 15 тысяч баксов ну и умножая на 30 как бы вот это я не понимаю может в комментариях расписать как это работает то что я не слышал что ты в день можно от еще долларов типа я слышал что тысячу долларов за раз то есть ты можешь 30 раз прийти в день и по 1000 долларов ёпта да видите в стиле вай сити ну то есть это как можно сказать вай сити ну не знаю продолжение от 25 год ну 25 ёпта прикиньте до 25 еще сколько грести она еще может и не выйти в двадцать пятом знаете как starfield тот же он же на год опоздал а сколько там киберпанка опаздывал тоже там на хрен знает сколько там я не ждал поэтому я помню я помню что он опаздывал люто тоже минимум на год а может и больше ну да тут стиль вай сити полный тут даже но они вот напомнили вот этим где вот тут помните стояли эти ferrari вот вот это вот вылитый вай сити туда много очень машин чрезмерно опять же очень все конечно мыльная ну какие карлики впечатления конечно уже блин я не знаю даже под 40 минут примерно да это вся тема очень долго ну все карлики любят эту игру она даже считается таким некоторым королем игр да на самом-то деле потому что обычно бюджета на эту игру они самые большие я не знаю если на что-то больше но по моему на эту игру это самые большие бюджеты вот тратится ее обычно делают лет там под 10 тип ты а вот тот же до san andreas вышел где-то в пятом шестом году соответственно но правда 4 вышел аж в седьмом где-то восьмом году да вот это странно быстро ну правда вай сити да ну начальник очень быстро выходили а потом 5 уже долго уходил но 6 еще дольше вот вообще все замедляется вон видюхи да уже год прошел они даже не чешется ёпты говорят что вообще только в двадцать пятом году новое видео х будет я думаю два четвертом какую тишку выпустят нищую плюс пять процентов короче какие впечатления 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 но улучшена конечно но извините меня войсите я говорю о и него сити 5 же ташка этапе факту чуть ли не девятый десятый год до графически технически графически это девятый десятый год тоже трейлер еще в одиннадцатом году был то есть это супер старюсь с ней сравнивать тяжело при этом это опять же остается войсите но тут видно туда же смотрите в этом трейлере ни одной механики новые не показали хоть что-то помните легендарный san andreas где можно было качаться и худеть эта технология которой я не помню хоть ну может еще одна по моему к эта игра вроде была еще одна по моему что-то еще одно было какая-то рпг что ли но так это никогда не было техники здесь это не продемонстрировали ну то есть у них уже задумки должны быть то что эта игра уже практически сделано на 25 год игра очень большая естественно там она уже процентов на 7 75 80 должна быть уже сделано то есть тут механик не продемонстрировано вообще чего-то нового этакого опять машины вот эти псевдо фейковые короче вот и так далее так далее так далее по пальмы ёпта у нас в их смотрите вязать что чередуются города до лос-анджелес майами и нью-йорк ну там еще были сан-франциско вегас в но этот сан-андре сида сразу три города впихнули это вообще был прорыв а так что в 5 там какой город в 5 лос-анджелес на не помню что там даже в 5 не помню напомните какой там по мне нью-йорк там что-то типа лос-анджелеса прыгать с парашютом это же в 5 по моим с парашютом соответственно в 4 нью-йорк в сан-андре си там соответственно лос-анджелес сан-франциско вегас войсити майами liberty по нью-йорк но 2 это вообще 2d шляпа войсити твою него сити а второй же таха первое даже не знаю тоже там какая тетрис вот но это ладно неважно короче чередуют они вот эти три своих любимых города до основных майами лос-анджелес нью-йорк ёпты опять же а это же реклама этого города по сути там какой-нибудь шейх поиграет хотя они и так конечно там живут но так если подумать конь шейх поиграет в игру и потом будет мечтать там купить квартирку потом разбогатеет и купит понимаете что же реклама вот ну чё здесь ничего нового такого не показано как я уже пятый рассказал лица более-менее так но по современным меркам уже давным-давно куча игр где лица очень хорошие даже здесь лиц я уверен не самые лучшие ну и максимум на уровне самых лучших но я говорю сейчас уже чуть ли не в каждой игре ну а а да как бы лица нормане короче ну что тут честно говоря не предиматировали ничего такое ощущение что это что-то типа ремейкова ремейк вайсити просто улучшенного с учетом там достижения техники как я сказал это все будет люто тормозить помните как 4 они сделали ой то что они сделали в 4 это вообще ну вы помните да напомню что она просто тупо нормально шла только на четырех ядерных а тогда четырех ядерный только-только появлялись и дорого стоили даже я даже в девятом году я купил дую ядерный то что 4 4 ядерный стоил минимум атлон где-то 4000 рублей по тем временам это был ну да довольно дорого это чтобы дорого довольно дорого понимаете я только в одиннадцатом году когда купил четырех ядерный канал у меня залетала а надо ядерники она там ползала там даже тридцаточку не всегда выдавала они это сделать целенаправленно это никакое не то что там но естественно они объясняли что крутая физика это все чушь собачья я уверен это просто маркетинговый ход как обычно знаете серии что хочешь в эту игру я помню форту а какая форта 3 horizon которая вышла в шестнадцатом году она только на десятки запускалась тебе нужно было десятку то есть тебя уже ну понимаете да все это ну маркетинг саны и дилеры короче все это microsoft и прочего вот поэтому все будет тормозить будет требовать нереальных короче ресурсов на плойках это будет все 15 поисков нужно будет обязательно прошку какую-нибудь покупать на которой это будет 25 в поисков никаких там 60 кадров не будет на лип там 720 и дай бог вот никого rtx там не будет дай бог на пока на пока тоже не факт будет что в том же киберпанке там rtx не везде отражение имею ввиду отражение там не везде надо бы отдельные видосик мы конечно тем запилить но я вот недавно у нам астреши делал обзор можете посмотреть там каналу нам астреш я там на тачку делал на этом попутно затронул этот вопрос здесь вообще не уделюсь и сердце x не будет потому что житание вообще никогда у них никогда не были передовыми игры и не то что передовыми они всегда ну очень сильно отставали но это всегда короче объясняли карлики школа троны тем что большой мир ну блин чал же миллиарды игр большой мир тот же взять киберпанк там крутейший город причем с такой проработкой то есть там куча зданий куда можно внутрь и входить там проработка дикой каждого здания там не так они как по 0 поле как вот в житашках они часто ляпают однообразное говнецо да ну вы знаете кто в киберпанк играл играли большинство просто насколько там проработанный город супер да насколько там разнообразные здания насколько там все сделано насколько там какие-то уникальные здания очень такие харизматичные сделаны сколько там автомобилей там пробки бывают очень большие сколько там людей проработка людей да там какие педестрианы насколько то что в житашках в любой да не значит там 6 будет но любую любой если брать насколько там простые педестрианы всегда были всегда они бы всегда были очень простые очень примитивные они прям были еще какие-то всегда обязательно широкотазы всегда были я помню твой сити там все рынка тетка вот такая идет вот такая полу лица ёпты короче в общем но мнение такое что вообще конечно херня на самом деле но улучшенная до поиграем поиграем 5 в итоге меня не знаете чем меня 5 убил я уже говорил и тогда говорил но естественно сейчас уже ну бас я есть кто вдруг досмотрел до этого момента до воспоминания пожилого геймера до скажу чем меня 5 убил она мне вначале понравилось но более-менее там график не фантам но были там прикольные вещи мы играли на стриме мы играли то обвал был всего дудос всего там стримы интернета игры там в игру по полчаса заходили по часу там жестко было все да знаете что убило играл я все нормально мне нравилось более-менее там эти ограбления были ссаны которые мне не особо нравились но это типа ну как типа взаимодействие с друзьями тип назовем это так то есть прикольная в принципе тема с друзьями поиграть прикольно но что меня убило меня убило 4 то есть я зарабатывал там деньги и мечтал купить машину хорошую bentley 250 тысяч она стоила я помню и потихоньку зарабатывал и потом какой-то пидор ко мне пришел на стриме дает в мультиплеере пидор какой-то пришел и начал мне просто мешки с деньгами кидать а ты их подбираешь эти танки то миллионы дают и он просто то но он стоит и вот так вот просто это причем на где-то это не не через месяц не через два там на третий день или через неделю и он мне просто кидает эти мешки с деньгами все для меня игра сдохла в этот момент просто вот этот момент был она для меня умерла сразу и все я в ней перестал играть пропал единственный минимальный смысл у нее играть потому что графика мне не нравилось ну взаимодействие но она все нищие было вот а много там косяков я даже не хочу вспоминать она настолько старая игра она даже тогда ну говной было сейчас даже нет смысла вспоминать и она и так мне не особо нравилось но была вот это хотя бы нищая экономика нищая да там квартирки купить еще четко какая-то была мотивация и тут подходит чувак и начинаете просто деньги кидать я думаю но это что вообще нахуй вот играет это как ты как долбоеб начинаешь зарабатывать деньги на эти квартиры на это все и подходит какой-то васёк кидайте миллионы просто и вы скажете ну ты мог мог не подобрать дамок не а смысл получается чуваки вот так вот они ломают они все имеют а ты буш как дурачок там будешь зарабатывать ну смысл нет смысла понимаете бессмысленного да так сказать вот мордашов там какой-то подошел начал деньгой сорить все карлики вот такая вот аналитика грант аналитика до лайк репост подписка колокольчик все давайте всем удачи покеду ютки и папа